Денис Евсюков В колонию смертников в городе Соль-Илецке Оренбургской области бывший милиционер был этапирован 5-го числа. Вчера он туда прибыл. Официально это заведение называется Федеральное бюджетное учреждение исправительной колонии 6. Заключенные ее прозвали Черный Дельфин, потому что возле входа в основной корпус когда-то для красоты поставили гипсовые фигуры дельфина. Получаю песню достать. Получаю. Усходную. Денис Евсюков Спасибо, граждане Евсюков Размер камеры 3 на 4 метра, подъем в 6, отбой в 10, расписание соблюдается очень жестко. То есть если с 2 до 3 по расписанию уборка камеры, то нужно тщательно убирать камеру, хотя она и так идеально чистая, потому что уборка с 2 до 3 каждый день. Свет в камере включается и выключается принудительно. Днем спать нельзя, на кровати лежать нельзя, шуметь, громко разговаривать и петь нельзя. Радио слушать можно полчаса в день, телевизора в камере нет, его могут поставить через 10 лет и то, если заключенный хорошо себя вел. За любую провинность, любое неповиновение, пожизненного заключенного ждет карца. Если такие вот так встанешь с утра, ведешь взглядом стены, думаешь, ой, ой, целый день, целую жизнь здесь так проводить среди этих решеток, да лучше бы меня. Вот такую позу у стены заключенный обязан принять каждый раз, когда открывается окошко в двери камеры, даже если надзиратель будет по какой-то причине открывать его каждые 5 минут. Это чтобы охранник видел, заключенный ничего не прячет. По требованию преступник обязан назвать свою фамилию, имени и статью, по которой осужден. Прогулка полчаса в день во дворике, похожем на клетку, 2 на 2, реже на 3 метра. Прогулки могут лишить за малейшую провинность. Передвижение по тюрьме происходит только так. Спина согнута, голова вниз, руки за спиной. Чтобы заключенные не запомнили структуру тюрьмных коридоров, им иногда завязывают глаза. Маньяк Муханкин убил восьмерых, на суде издевался над родственниками жертв. Очень радовался, что его не расстреляют. Сейчас сидит как раз в колонии черный дельфин. Ему там не нравится. Ну, понимаете, уже я и зубовый, и доролечи, может, нормального, человеческого лишился. Потому что только команда, как собака. Есть, так точно никак нет, и вот так раком боком ходить. Да лучше бы, конечно, расстреляли. Муханкин, возможно, будущий сосед Евсюкова. Заключенные ВК-6 сидят потроя. Соседом бывшего милиционера может стать один из почти 200 убийц, маньяков, насильников, людоедов и террористов, которые пожизненно прозябают в черном дельфине. Именно прозябают. Жизнь все это назвать сложно. Даже с учетом того, что заключенным позволяется работать, шить тапочки и ботинки, прощай молодость, все оставшиеся годы похожи на один бесконечный и бессмысленный день. Андрей Медведев, Вести Москва. Продолжение следует...